По правилам мамы, надо сказать левее, приучайся говорить грамотно. А во-вторых, раньше было очень трудно выйти замуж. Даже труднее, чем теперь. Прямо целая история. То есть парней и дядек было к рвам навалом, хоть отбавляем, но толковок было еще меньше, чем сейчас, почти совсем не было. Ведь замуж надо выходить за такого человека, который и добрый, и умный, и веселый, и много книжек прочитал, и животных любит, и шутки понимает, и чтобы еще он обязательно был хозяйственный, чтобы умел все починить, если сломается. Чтобы не сидеть со сломанным унитазом в неделю и ждать слесаря. А где с таким познакомишься? С умным читателем книжек на лекции или библиотеке. С веселым где-нибудь в компании или на танцах. Добрый любитель животных может помогать в ветеринарной лечебнице или собачьем приюте. Но где встретить хозяйственного, совершенно непонятно. То есть вот так вот сразу познакомишься с умным, добрым и веселым. Неудобно же сразу говорить, а ты умный тазу чинить умеешь. И вот моя подруга Катя додумала, что с хозяйственными надо знакомиться на строительных рынках и в магазинах с дрелями и гвоздями. Всякие там криворукие не стали заглядывать в какие-то магазины. Катя даже сказала, что двоюродная сестра подруги дочери сына бабушки, племянник ее папы, именно так же вышла замуж за прекраснейшим молодым человеком. И что некоторые уже знают про этот способ. И надо торопиться. Мы с Катей долго наряжались и прихорашивались у нее дома, чтобы идти в магазин гвоздей. Катя ужасно копалась. Когда мы вышли из парадного, пошел дождь. Катя вернулась, взяли сонтик, забыл ключи и забыл в ночь. Дверь взломал какой-то хозяйственно умелый старичок. Катя забрала уже ненужные ключи, но зачем-то включила утюг, про который вспомнил уже в Толирусе. Честно говоря, я боялась, что совсем постарею, пока доберусь до магазина гвоздей. И выходить замуж будет поздно. Катя, мы пришли в магазин, у молодых парней уже не было. Остались, правда, дядьки постарше. Некоторые были даже ничего симпатичные. Но Катя сказала, что дядьки быстро станут дедушками, и надо будет за ним горшки выносить. Поэтому хватаем вот этого парня, который щурится на надпись самореза номер 12, и пошли рассушивать. Ну как это там хватает? А если он не хочет жениться? Ну как он милитию звать начинает? Кричать в караулку. К тому же нас целых две, а он один. Нет, надо сначала как-нибудь как-то что-то выяснить. Извините, пожалуйста, вежливым голосом сказала я, слегка потянув парню за руках, наступая ему на ногу и толкая его локтем. Вы случайно не хотите такому-нибудь жениться? Жениться? Вот здорово. Обрадовался парень. И если я женишь, значит я уже взрослый, мне разрешат завести собаку. И бабушки перестали провожать меня в институт. А уж Володька с Мишкой вообще от зависти упадут. Пошли жениться, девчонки. Это псих какой-то, сказала Катя. Я просто не поняла, что он шутит, потому что веселый. Я поняла. Я рассмеялась. И папа тоже рассмеялся. Мы поняли, что понимаем друг друга. Я взяла твоего папу под руку, и мы пошли к нам домой пить чай и знакомиться. Это уж потом выяснилось, что в магазин Багин зашел, чтобы переждать лёжь. А в Гладях ничего не понимают. Вы не прогоняешь, правда? Правда, согласилась Оля. Папа хороший. Он как раз веселый, добрый и умный. И ничего, что он все покупает. Ну подумаешь, бородатый про эти лепитиды. Но вечером папа пришел и сказал, что совершенно случайно на улице, просто вот на углу, купил шесть полей далеко-далеко, в деревне Новая Дордоль. Под городом Великий Запожок. А заодно и недостроенный деревенский дом. Прямо завтра с утра собираемся и едем. Июнь на дворе, сказал папа. А с папой в семье спорить не принято. А то разволнуется и на нервной почве еще что-нибудь купит. Далековато, конечно. Пять часов ехать. За пять часов и до Африки добраться можно, если на самолете. Оля, мама и бабушка два раза выходили пописать. Ели, спали, разгадывали кроссворды, слушали аудиокнижки и музыку. А дорога все не кончалась. С трассы свернули на узкую дорогу. С потрескавшимся асфальтом. С нее на дорогу выложены плитами. С плит на песчаную, по которой плыли, как на акваскутере по морю. А когда песок кончился, осталось две узких калии с травой и подорожником посередине. Травинки щекотали живот машины, и она еле-еле терпела, чтобы не захидеть. Она никогда еще не была в такой глуши. И Оля решила, что подорожник и дведорожник — рифма и друзья. В деревне кругом были маленькие старые тупики с цветами под окнами, а на столбах писели новые красные телефоны. Когда деревня кончилась, показался большой дом светлого дерева за высоким забором. Дом был новый, но уже зарос травой по самые окна. И перед воротами тоже растал трава и ромашка. — Здравствуй, домик! — вежливо и осторожно сказала мама. Но дом стоял, нахохлившись, смотрел темными окнами и молчал. — Ладно, постепенно подружимся, — решил папа. Пойду открывать ворота и дом, а вы тут гуляйте, вытатывайте траву. Комары очень обрадовались, что приехало целых четыре человека и начали кусаться. Оля с мамой и бабушкой истратили уже целый баллончик жидкости от комаров, когда папа, приминая створками траву, с трудом распакнул ворота. — Поздравляю, — сказал папа. — В нашем доме уже живут. — Кто? — жадно спросила бабушка. Она обожала все страшное и ужасное, но только чтобы оно происходило где-нибудь подальше, в газете или по телевизору. — Беженцы? Гастарбайтеры? Бомжи? — Бомжи, — Несса Вадимовна радостно кернул папа. Пять штук страшные, с ушами, с хвостами, усатые такие. В пустой деревянной комнате на полу сидели котята. Оля увидела котят, и в животе он не остался щекотно от радости. Захотелось подпрыгивать и визжать. Оля взвизнала и подпрыгнула. Котята бросились в рассыпную, заметались и забились в угол. Оттуда они шипели и страшно урчали. Просто удивительно, откуда в таких маленьких организмах помещалось столько урчания и страшных звуков. — Не знаю, не знаю, — сказала бабушка. — Это что же? В доме будет постоянно находиться свора диких котов? Это, между прочим, опасно. У них глисты, блохи, чубка, литрянка, ОРД, повышенное давление, гастрит, — подсказал папа. — Надо их срочно как-то ликвидировать, — сказала бабушка. — Вы как это себе представляете, Несса Вадимовна? — спросил папа. — Хорошенькое начало жизни в новом доме. Ликвидация братьев меньших. Здесь, между прочим, ваша внучка жить будет. Ку-ку. Когда папа говорил ку-ку, это значило, что он очень сильно не согласен с бабушкой или мамой. Мы их подкормим, приручим, они как-то похорошеют, покушистят, приобретут товарный вид, и мы их продадим, хозяйственно решил папа. — Котят, в деревне продадим ку-ку, — сказала мама. — В любом случае, мы должны их социализировать, приучить жить и общаться с людьми, решил папа. Наверное, пока в доме никого не было, сюда пробралась кошка и принесла котят. Когда они чуть-чуть подросли, кошка ушла по своим кошачьим делам. С кошками это бывает. Пока эти кошкины дети не совсем привыкли быть дикими, мы должны их приручить и приучить жить в цивилизованном обществе, где никто ни на кого не шипит и не рычит. — Надо сгонять на ближайший строительный рынок и прямо так и спросить. Брезентовые рукавицы, большой рыболовный сачок и прочие приспособления для социализации котят. Потому что у них никого нет, без родных и близких, кроме нас. И мы должны о них заботиться и вырастить их хорошими, воспитанными, сознательными котами. — Но котяты не думали социализироваться. Папа, мама и Оля в брезентовых рукавицах устраивали настоящую опоку. Когда удавалось изловить котят, они орали, шипели, царапались и выкручивались из рук. Но все равно они были очень смешные и милые. Назвали их Хыка, Рычалка, Фуська, Акаки и Алексей Вениаминович. Алексей Вениаминович, так назвал папу, в честь своего школьного учителя по труду. Потому что у котенка были точно такие же бедные, несчастные глаза, как у человеческого Алексея Вениаминовича на полетене. Папа нашел в сарай отличный старый чемодан. И Оля устроила там для котят домик, а рядом столовую с разноцветными мисочками. Котята понемножку приручались. Иногда после кормления их удавалось даже взвесить в большом бумажном пакете из какого-то модного магазина. Понемножку они забывали, что надо шипеть, убегать и бояться. И спокойно играли на полу, пока бабушка не кричала «Кыш!» диким голосом. «Инесса Вадимовна, вы нам всю дрессуру портите!» огорчался папа. «Прикинулись бы лучше старым чемоданом». «У вас получится, я знаю». У папы и Оли уже было свое ноу-хау. Если сидеть с ней особенно в мягком свитере, то котя подумают, что ты какой-то кресло или еще что-то мягкое и приятное. И не боятся бы тебе повод. Главное – притвориться чем-то неподвижным и мягким. Когда папа, обвешанный котятами, сидел у камина и смотрел на огонь, лицо у него было такое спокойное и доброе, какого никогда не бывало в Москве. И Оля спросила. «Ты что такой счастливый? Прямо как будто сбылась твоя, наверное, мечта». «Вот именно. Только никому не говори», – серьезно попросил папа. «Потому что взрослому дяде положено мечтать попасть в журнал «Форбс» или жениться на фотомоделе. «Еще не хватало», – решила Оля. «Мы с тобой одну маму переспорить не можем, а тут фотомодель вдобавок. А вдруг она котят не любит?» «Подумать страшно», – согласился папа. «Так что моя заветная мечта всегда с самого детства была такая – сидеть в деревянном доме подальше от Москвы и смотреть, как горит камин. Чтобы рядом была ты и чтобы по нам ползали пестрые котята». «В детстве ты не знал, что на тебя буду я, по правилу воли?» «Ку-ку», – сказал папа. «Может, ты не знал наверняка, но мечтал очень сильно, ясно?» «Каждый нормальный мальчик мечтает, чтобы у него была своя собственная родная девочка, которая его понимает. Сестренка. Или, когда он вырастет, дочка. Просто он никому об этом не говорит. Даже самому себе. Не всегда». Ну и дальше там происходит разное, это первая глава, дальше там происходят разные такие деревянские милые истории. И сейчас мы вам прочтем последний. Пульс тоже очень короткий, это всего 9. А вы, кстати, будете рассказывать, но сейчас мы вам прочтем в деревне. «В деревне, конечно, весело. Особенно летом. Только в августе многие дачники уезжают на юг и становятся тихо и скучно, почти как зимой. А тут еще солнце куда-то девалось. Не видно уже несколько дней. Наверное, я тоже на юг уехал. Никого не осталось, кроме Оли. Тимофей от скуки пошел к ней в гости. Хотя у Оли тоже не очень-то весело. Если у Олиного папы нет дома, то командует мама и бабушка. Если у Олиного папы нет дома, то командует мама и бабушка, надо разуваться. Тимофей этого не любит, потому что носки у него не всегда одинаковые. Так получается. А папа у Оли почти всегда на работе в Москве. На веранде Оля, отвернувшись к окну и высунув кочек языка, что-то резало большими ножницами. Слышалось, что играет на гитаре. По радио, что ли? Пахло чем-то вонючем. Привет! Не поворачиваясь, сказала Оля, у меня тут кладбище шершней. Действительно, на деревянном подоконнике валялись огромные, дохлые и полудохлые шершни. И Оля разрезала их пополам большими ножницами. Я их сначала огуряю этой вонючкой из баллона, чтобы они не могли летать, а потом разрезаю пополам. Там есть еще ножницы, давай тоже. Да? Нерешительно спросил Тимофей. А ты думай, что это твои враги, посоветовала Оля. Вот, например, это у меня Олеся Тарасовна по сольфержу. Ужасная, вредная. А это Алиска, она на мной на физре смеялась. А это лень, дурость, разъедяйство и равнодушие. Тимофей тоже представил себе своих врагов и дело пошло. Пятым был врач Сергей Борисович, который, когда мама спросила, что делать, чтобы младшая сестренка не болела аллергией, ответил, снимать штаны и бегать. Сергей Борисович приятно хрустнул и развалился на две части. Из него потекло что-то желтенькое. Тимофей вздохнул от удовольствия. Но тут вошла Олина бабушка. Вы что делаете, нерюди, бедные жучки, да что же это такое, започитала она, жучочки бедные. За стеной перестали играть на гитаре. Не паникуйте, Неса Вадимовна, послышался голос Олиного папы. Шершень паразит, кровососущие насекомые, чей укус опасен для здоровья, особенно людей с маленькой массой тела. К тому же у шершней нет нервных окончаний. А у бабушки есть нервные окончания, заинтересовалась Оля, глядя и ножницами. Не, люди, застанала бабушка. Олин папа вышел на веранду и забрал у Тимофея и Оли ножницы. Пойдемте, братцы, погуляет, предложил он. Вот это да! Олин папа дома, играет на гитаре, никуда не спешит и сам предлагает погулять. Трое вышли на улицу, кутается целлофановый плащик, лил дождь. В гнезде на водохачке сидели аисты. Вернее, мама и двое детей сидели в гнезде, а папа самый большой аист. Сердито нахохлился и честно мог на макушке столба с проводами. Обиделся на своих, догадалась Оля. Замучили они его, вот как вы меня, сказал Олин папа. Из-за озера ветер дал темные тучи. Они летели черными некрасивыми клочьями, как будто на небе кто-то ссорился, дрался и пускал клочки по заколоночкам. Там у них фабрика темных туч, что ли, спросил Олин папа. Не знаю, что туч уже полно, и все продолжает их делать. А я знаю, из чего делать тучи. Из недоставленных смс-ок и символов, которые не может прочитать вор, сказала Оля. Нам на окружающем мире практиканты говорили. Это бурга, поправил папа. Бурга из снега, а тучи точно из недоставленных смс-ок. А из того, что остается и не годится даже для туч, из этих остатков делают крабовые палочки, решил папа. Оля обожала крабовые палочки и огорчалась, что ей запрещают съедать по 5 упаковок сразу. Крабовые палочки делают из туалетной бумаги. Это всем известно, сказал Тимофей. Из использованной, добавил папа. Оля покосилась на Тимофея и на папу. Да, подтвердил папа. Гадость эти крабовые палочки. А вот железо не помешает растущему организму. Все помолчали, глядя на вокрых айфах. В магазин, что ли, зайти, поежился папа. В магазине продавщица тетя Надя смотрела телевизор. Начинался дневной сериал. На экране мелькали всякие и красными губами. И мужской голос встревоженно говорил. Краткое содержание предыдущих серий. Лесные пожары, борьбой с которыми заняты все герои телеромана, продолжают бушевать. Неожиданно Раиса узнает от Ларисы, что Алиса уже предупредила Алису о том, что Роман знает, что Леонард Акиндинович не его сын. Неожиданно возвращается из тюрьмы Барда. Он по-прежнему безумно любит Оксану. Но не застав ее дома, женится на Айгуре. Неожиданно начинается наводнение. Тетя Надя слушала открытую. Папа спросил погромче, есть у вас вентиляторы или фены большие? Тетя Надя вздрогнула и уставилась на папу. Нам аистов надо подсушить. А то сидят как мухрые курицы. Стыдно гостям показать. А вот берите в углу, стоит, деньги потом занесете. А гвоздики есть какие-никакие? Детям железо необходимо, хоть погрызу. Берите, берите, только сами взвесьте. И опять поведула к телевизору как намагниченная. Но папа не отставал. И еще, пожалуйста, вон тот сборник финских анекдотов на русском языке. Тут тетя Надя на миг оторвалась от сериала. Взглянула, куда показал папа и сказала сукоризней. Это житие местного святого блаженного пролетария. Но там дядька с рыбой вроде нарисован пришел за папа. Или я опять эти линзы надел. Вот по этому чуду с рыбой его местный художник и нарисовал, уважительно сказала тетя Надя, жадно вкучиваясь обратно в телевизор. Тетя Надя, нам бы еще ножей каких, пил, вил. Сейчас пойдешь с детишками по деревне, может зарежем кого, жалобно попросил папа. Это он нарочно такое сказал, чтобы тетя Надя отвлеклась от телевизора. Но тетя Надя только рукой махнула. Берите, берите, деньги потом занесете, я же вас знаю. Но пилы и ножи они брать не стали. Встали там, где лук начинает спускаться к озеру и кричали на тот берег на фабрику черных туч. Прекратите делать тучи! Но не помогло. Тогда папа прокашлялся и сказал с выражением. Дорогой и уважаемый блаженный пролетарий! Извините, что мы про вас ничего не знаем. Мы только первое лето тут живем. Как покровитель этих мест вы не могли бы остановить на некоторое время работу в фабрике черных туч? Но черные клочья все летели и летели из-за озера. Надо хоть узнать про него что-нибудь. А то невежливо получается, решил папа. Зря книжку не купили. Ну он еще лет сто назад такой тут жил, попытался рассказать Тимофей. С завода из города приехал. Ну помогать там, чтобы новая после этой, как ее, после революции. Была война, только не с фашистами, а это, как ее, ну такой чудак, короче, он был. Баба Валя из церкви наверняка знает. У вас кто историю преподает, спросил папа. Снежана Леонидовна, только она улетела. Замуж за летчика вышла. Тут вертолетная часть в высоком. У нас все учительницы, которых присылают, сразу замуж за летчиков выходят и улетают. Разберемся на досуге, пообещал папа и опять сказал погромче. Торжественно что выучен наизусть ваш полный испытаний чудес жизненный путь дорогой блаженный пролетарий, пообещал папа. Да, хрикнула Оля за потом голову, а Тимофей молча кивнул. Подействовала. Черные тучи стали лететь помедленнее, а потом вообще кончились. Небо посветлело и как будто поднялось и в белизне теплым пятно проглядывало солнце. От мокрой травы, от дороги, особенно от озера поднимался туман. Ну, пошли с нами обедать, пригласил папа. Мне у чужих не разрешают, нахмурился Тимофей. Ну, будь ты другом, думаешь, мне сильно весело с одними девчонками. Сядем на улице под сосной, как люди. Это папа нарочно сказал, чтобы Тимофей не боялся, что заставит разуваться. И все увидят его разные носки. Не разрешая, покачал головой Тимофей. Тогда до следующего раза решил папа. Ну, потом там есть еще продолжение вот этой последней главы. Но сейчас, наверное, я думаю, что мы на этом остановимся. Если будет время, мы вам посчитаем последнюю главу. Хотя, не знаю, есть ли смысл, потому что лучше читать, конечно, все идеи эти рассказы по всю повесть вы будете идти рассказывать. Когда ребята отдыхают, а я прочту вам рассказ под названием «Родословная». Соло. Ну, это тоже так, но это более, вот это самое из того, что я сегодня принесла, это самое наиболее детское. Понимаете, потому что все остальное, оно, конечно, это сложно. То есть, и то, и другое, оно такое взросло-детское, но вот это через 9 месяцев с доставкой на дом это могут как бы читать такие взрослые и дети, что называется, для семейного чтения. А дальше вот рассказ «Родословная» и следующий рассказ, который почитают ребята, это все-таки, скорее всего, это такое взросло-модетер. «Родословная». К приходу гостей мы решили навести наконец чистоту и порядок и долго вылавливали сорт из молока к мисочке нашей кошки Фроси. Бабушка говорит, что виду выбрасывать нехорошо, ничего не разрешает выбрасывать. Поэтому мы все доедаем, но сначала нюхаем. Если кто-то из нашей семьи не может самостоятельно определить, годится в пищу поделеневший кусок сыра или бульон на две кастрюли, он зовет остальных и все нюхают по очереди. Иногда спорят, когда бабушка проводит голосование. Ее голос решающий, плюс она голосует за дедушку тоже. Мы живем в шестером. Бабушка, папа с мамой, Катя со своим, Даней и я. Меня родили специально, чтобы улучшить жилищные условия. Думали, что будет мальчик, и тогда на разнополых детей государство дав квартиру, где больше метра, оно же доброе. Но родилась я, девочка, нам ничего не дали. Все, конечно, немного подрастроились и стали жить дальше. У нас тесно, но весело. Мы хорошие. Бабушка еще молодая, но все молодые. У нас принято рано жениться и размножаться. Катя и Даня поженились, как только Катиному Дане исполнилось восемнадцать. Только дедушка попросил их обождать, размножаться. Сказал, что он еще недостаточно крепко стоять на ногах, чтобы стать прадедушкой. Раньше у нас был дедушка. Нас даже хотели снимать в какой-то передаче про семейные ценности, про дружные семьи. Но тут дедушка отжег. Разошелся с бабушкой. Вот все вообще чуть не упали. Леночка, сказал он бабушке, мы прожили долгую и прекрасную жизнь. Спасибо тебе за все. Но любая самая прекрасная жизнь лет через сорок обязательно превращается в прокисший маразм. А любой прокисший маразм должен закончиться не в связи со смертью одного из участников, а все-таки чуть пораньше. Дедушка передал бабушке свой голос на случай определения сфердобности завалявшихся в холодильнике остатков еды и ушел. «Наиграешься, приползешь», пригласила тогда бабушка. Продала стадо красивой ложки и стала ходить кто к каким-то колдунам, кто в церковь к бабушкам. Но дедушка все равно не приползал, а пустил на фейсбуке красивые фотографии из своих путешествий. Тогда бабушка отфрендила его и от злости похудела на 20 килограмм. За ней стал ухаживать хозяин магазина шаровой доступности Аксен Галметы, горник Алише, и все парни, которые собирают тележки на парковке около Питера. А мы все тайком от бабушки дружили с дедушкой в социальных сетях. Ну вообще, мы хорошая семья, тружная. Только мама иногда бьет посуду и кричит, что лучше уйдет в лес в партизаны, чем с нами. Но посуды у нас еще много. Конечно, тесновало. Раньше это была ужасно крутая большая квартира. Не крутая, а просто там было всего три человека. Прадедушка, прабабушка и маленькая бабушка. Потом бабушка выросла и вышла замуж. Делась мама, ну да все, и квартира стала просто микроскопическая. Мы стоим в очереди на муниципальное оживьем. Можно было бы и купить квартиру, но с деньгами пока не очень. Папе не везет с бизнесом. Он считает, что настоящий бизнесмен должен создавать только что-то реально нужное людям. Он открыл точку. Платный туалет в парке. Туалет специально построили в дальнем уголке. Не пластиковую там кабинку, а настоящий домик, чтобы там было просторно, чистое, тепло, много бумажных полотенец и мыло. Люди обрадовались и с глубокой благодарностью к папе, спокойно прятали за туалет и слезы стеной. В туалет за деньги никто не ходил. Он сидит смотреть или играл в дождь. Тогда папа придумал выпускать мороженое со вкусом сенди и винном соусе и со вкусом сала. Вот ужин пошло. В общем, мороженое с чесноком или с укропом как-то странно все-таки. Потом был проект по строительству фабрики зонтиков для рыбок. Ведь поговорка «Нужен как рыбке зонтик» полная ерунда, никто из людей на сомнение может знать, что нужно или не нужно рыбкам. С этими зонтиками тоже как-то не заладилось, но мы не унываем. Даня прошел конкурс «Хвосты и плавники» с самой шикарной рыбной рестораном в городе и теперь будет учиться на мойщика зубочистого. Мама, высоко квалифицированный специалист по плетению мышей из бисера и может дать настоящий мастер-класс, если он кому-нибудь нужен. Если где-то есть еще хоть кто-то, кто очень хочет, но не умеет привести в десертных мысах. Катя мечтает стать актрисой, но пока работает ролом Филадельфия, ходит в костюм этого рола и раздает листочки на шикарную японскую закупочку. Сегодня к нам в гости прибудут тетя Наташа и Дмитрий Серафимович. Тетя Наташа бабушка училась в одном классе. Они всегда вспоминают, как им в школу пришел космонавт, там зародился от детей ветрянкой и как они затеяли жечь журнал с плохими оценками и случайно сожгли всю школу. Вот жизнь была, они с утвердавали оценки в журнале бери и жги его и следов не останется. Не то, что теперь с электронным журналом проведец, который может любой родитель не выходить из дома. Бабушка говорит, что у тети Наташи дома идеальный порядок, поэтому мы тоже убрались, убрались и брались. Все лишнее и некрасивое отнесли ко мне в мой кусок комнаты в заколки с книжками. А то, что не поместилось, кое-как затолкали в шкаф, с трудом закрыт в билет. Тетя Наташа хороший человек, но похоже на кого-то очень противно. То ли из мульта, то ли из компьютера. Я не могу точно вспомнить на кого, но когда я ее не вижу, мне хочется ее выключить или убить. Не по настоящему, конечно, а по игре. И скорее перейти в другой уровень. Бабушка говорит, что внуки тети Наташи всегда устраивают концерт для гостей. Мне тоже пришлось подготовиться. Я хотела показать акропатический этюд юности, но это не подошло из-за тесноты. Грать для пианино я не умею, потому что у нас его нет. Пришлось подумать о концертном номере, который занимает совсем мало места. Тут лучше всего подходят стихи с выражением. И я выучила несколько украинских анекдотов и один финский, на настоящем финском языке. Конечно, у тети Наташи и Дмитрия Серафимовича чистота и порядок, ведь они питаются только пророщенными семенами всего, что подок попадется. Тетя Наташа где-то вычитывала, что это очень полезно и экономит. Вот теперь они сидят и жуют эти пророщенные семена, а заодно экономят на шампуньяках парикмахеров, потому что от своей здоровой жизни всей семьей обнеси имя начисто. Зато шапка Дмитрия Серафимовича довольно махнатая. Наша кошка Кросси, когда спит, очень похожа на эту шапку. Гости пришли. Бабы, тетя Наташа, через пять минут уже поссорились из-за какой-то ерунды. Как звали учительскую труду, в каком классе перешла в другую школу Юля Корсунская, на каком именно уроке на биологии, на геометре. Варик, я руки в записку вверх и били, как-то махнулся, попал на парку в роли Спирновой. Потом пришлось на ней жениться, и началась вообще дикая тудыница. Спрашивается, что толку об этом спорить теперь, когда все на пенсии. Бабушка и тетя Наташа чуть было не подрались. И Дмитрий Серафимович сказал, что лучше придерживаться нейтральных тек. Заговорили про помидоры. С каждым днем все труднее и труднее становится купить хорошие помидоры. Вот мы недавно купили, думали, что это хорошее, а оказалось плохим. Просто ужасно. Страшно вспомнить. А ведь вы видели совсем как хорошие, как прекрасные помидоры они были. А хорошие не заменец, похвастался Дмитрий Серафимович. Недостаточно одного взгляда на помидоры безошибочно определить хорошие или плохие. И не проведешь. Хе-хе-хе. Зачем вообще нужны эти помидоры, когда Дмитрий дергала плечом тетя Наташа. Надо есть пророщенные. Ага, у себя в зеркало ты видели, спросила Бабушка. Они опять не поссорились, папа от нее концерт. Анекдотов никто не понял, может быть, я рассказала без выражения. Чтобы не позорить семью, пришлось играть на губной гармошке старинную комсомольскую песню композитора Бориса Гребенщикова «Время луны – это время луны». Дмитрий Серафимовича и тетя Наташа расплакалась, вспоминая свою юность. Дмитрий Серафимович стал плопать в ладоши и притопнуть ногой. Все похватили и тупали так, чтобы дверцы шкафа распахнулись, а тут уговали бы все, что мы пытались спрятать. А заодно одежда, которую бабушка жалеет отдать бомжам, и много банок, и их мы будем хранить в арене, когда наконец купим домик в деревне и разведем сад. Все поняли, что праздник отрасли, и пора уходить. В прихожей тетя Наташа ласково пощекотала шапку Дмитрия Серафимовича. Дмитрий Серафимович наклобучил себе на новую спящую кошку Фросю, и мы все вышли за адрес проводить костей до них. Фросю меняли на шапку, уже когда пришел в лес. Тетя Наташа несколько раз кричали в дверях, пока все прощались и говорили, как будут друг без друга скучать. Бабушка опять расплакалась, и еще минут пять прищемляя тетю Наташу, все утешали бабушку. И когда лифт поехал вниз, они кричали нам про любовь и дружбу до самого первого этажа, а потом еще домопомно позвонили на прощение. Мы вернулись в квартир и захлопнули дверь. Слава Богу, смотались. Бабушка говорит в прихожую, ничего под ним забыли, эти зануды, все сидели как любви теперь. Мы стали сидеть в кошелке, потом мыли посуду. Ближе к ночи в дверь позвонили. «А ей полз?» спросила бабушка. «Ну, дедушка, не припос, а пришел, он стоял на ногах, загорел и несел. Я за гитарой» ответила. «Спасибо, родители не должны, сказала бабушка, и мы все посмотрели на портрет прабабушки в платье с кружевным бортняком и прадедушки в форме с погонами. Я это немножко понял. Наш прадедушка был военный ученый, он любил ходить в лес, умел солить грибы и все время боялся, что прабабушка будет его за что-нибудь ругать. Он отмечал всякие старые праздники, вроде дня взятия Португалии или там Латгалии или Галиции. Никто уже не помнит, где это, а он праздновал. Он никогда не хвастался, что строил ракету «Сатана» и другое удобное оружие, с которым и на войну ходить не надо. Сиди дома, пей кофе, нажимай на кнопку, а всех врагов где-то там далеко произнесет и не будет. Вот так они подошли. Милые люди! Хорошо.